Собака дороже бриллиантов. Тибетский мастиф. Одна из последних тенденций в мире состоятельных людей. Вложение средств не в драгоценности и недвижимость, а в четвероногих друзей. Точнее, в собак породы тибетский мастиф. Стоимость этих лающих львов может перевалить за 1 миллион долларов. В 2009 году состоятельная китаянка Миссис Ванг приобрела пса по кличке Река Янзы номер 2 за 600 тысяч долларов. С тех пор собаки на порядок подорожали. Этим летом щенок красной расцветки Большой Всплеск был продан за рекордную сумму полтора миллиона долларов. Владельцем самой дорогой в мире собаки стал угольный олигарх из Северного Китая, имя которого не разглашается. В Китае тибетские мастифы уже давно считаются признаком высокого статуса их хозяина. Тем привлекательнее становится собака для европейцев. Ведь вывести представителя эксклюзивной породы за пределы Тибета не так-то просто. Позволить себе такого пса могут только влиятельные люди, обладающие многомиллионным состоянием. Порода тибетский мастиф произошла от волков 58 тысяч лет назад. Это крупные и агрессивные сторожевые собаки. По легенде, именно эти псы сопровождали в странствиях Чингисхана и Будду. Один пес в состоянии справиться с леопардом. А пара может на равных сразиться с тигром и даже со львом. Считается, что эти собаки до сих пор остаются дикими и живут рядом с человеком лишь до тех пор, пока он их кормит. А корма животному, достигающему веса 100 килограммов и роста более метра в холке, надо немало. Ежегодное содержание собаки обходится в 200 тысяч долларов. К породе тибетский мастиф в Китае относятся с особой любовью. Они считаются одной из древнейших рабочих пород собак, которые осторожили тибетские монастыри и помогали кочевникам в Гималаях. 11-месячный щенок по кличке Большой Всплеск отправился в новый дом в сопровождении охраны. За желание повязать своих собак с таким кабелем, хозяевам придется раскошелиться как минимум на 15 тысяч долларов за случку. А какая будет выручка от щенков и представить сложно. Сейчас чудо-щенок уже вымахал в метр высотой в холке и весит более 80 килограммов. Заводчик Лулян предупредил владельца Хонг Донга, так по-китайски звучит имя мастифа, что кормить собаку нужно особым меню. До переезда на новое ПМЖ щенок питался самой лучшей говядиной и курицей, а также получал на обед экзотические китайские деликатесы, морской огурец и морские ушки. Сколько же стоит приобрести породистого тибетского мастифа? Настоящий элитный щенок этих сильных и действительно уникальных созданий стоит в Китае около 3 тысяч долларов, а цена взрослых питомцев достигает 15 тысяч и 30 тысяч долларов. И это не предел. Некоторых мастифов просто нельзя продавать, так распорядилось правительство Китая. Вот уж действительно бесценная порода. Вам бы хотелось иметь такого четвероногого друга? Напишите нам в комментариях. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно, странички в инстаграм и фейсбук, ссылки в описании.